Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос, который встает. Здравствуйте, мне 22, мужчине 30 лет. Отношение на расстоянии, выручен, планирую переезд в его страну для работы. Так, ну, здесь вы пишете про возраст, я бы, конечно, вот уточнил, имеет ли значение какой-то возраст для вас, иметь ли какое-то значение возраст для вас, потому что на первом месте у вас возраст. Вот, это достаточно, ну, важная такая история. Вот, если вас действительно возраст как-то волнует, вот. Дальше. То, что вы в будущем планируете переезд в его страну для работы, опять же, это очень хорошо, да, но важно понимать, переезжаете ли вы для себя или переезжаете вы все-таки для него. Все было хорошо до встречи с ним в реальности. Ну, смотрите, это довольно такая распространенная история, да, когда мужчина знакомится с девушками, потом, соответственно, сближается с ними. Вот, имеют секс и после этого отстраняются. Ну, вы, конечно, скажете, что это не ваша история и что вообще это не про вас. Спорить, спорить с вами я не буду, потому что это не имеет смысла. Могу сказать только, что вот некая такая внешняя история очень похожа, внешняя история очень похожа на то, что вы своему молодому человеку, да, после того, как пристали с ним, стали не нужны. Вот. Ну, или, по крайней мере, он стал меньше вас ценить. Вот. Дальше. Пойдем. Следующее. Значит, говорил о серьезности намерений и о том, что если начинать отношения с девушкой, то идешь до конца. Ну, смотрите. Во-первых, несколько странные, на мой взгляд, утверждения, потому что отношения у вас не могли на тот момент начаться с того, что вы были на расстоянии. А само это утверждение, оно такое, достаточно самоуверенно, я бы сказал. Вот. И как бы не было здесь того, что человек просто говорил вам некоторые вещи, которые вы хотели от него услышать. Как бы не было того, что человек говорил вам то, что вам приятно. Во. Дальше. Идем. Эм. Так. Значит, идет до конца. Ну, до какого конца? До вот чего конца? Купил билеты, провели к ним в ближайшие три дня. Венель с любовью. Ну, опять же. Да, вот. Эм. Тут. Как бы момент. Не поспешили ли вы? Да? За занятием любовью. Вот. Особенно если отношения у вас на расстоянии. Дальше. Значит. Я вернулся к себе на родину, и мы как бы поменялись местами, он стал более холодным, а я более мягкий, милый и доступный. Ну, по факту получается, что после того, как вы провели три замечательных дня и занялись любовью, вы ощутили себя завоеванный и покоренный, а мужчина ощутил себя с вами победителем. Вот. У меня к вам вопрос. Да? Почему у мужчины именно такое сложилось впечатление о вас? Почему мужчина именно таким образом вас воспринимал, именно вот таким образом, как, ну, как девушку, да, как девушку, которую вот нужно завоевывать. Почему вы стали более доступны и милы, а сразу, получается, такой вы не были. Это напоминает очень игру. Вот эта вот такая игра, да, не с одной, как бы не искренность, не полная искренность, по крайней мере, в начале. Зато, ээээ, как бы, такая компенсирующая эмоциональность в конце. Стала обижаться, устраиваться ссоры, что не так, говорить про то, что если я тебе не интересую, больше так и скажи, и мы все закончим. Из-за чего обиды? Ну, то есть, я имею ввиду, с чем связаны обиды. То есть, как они, эти обиды, да, появлялись в вас, как они появились в вас, эти обиды. Всем это связано. Почему вы испытывали обиду, вот, на человека, как у него, у человека. условно говоря получало вас обиду. Это очень важный на мой взгляд момент, на мой взгляд очень важный момент. Потому что, ну я думаю мне не нужно напоминать, что обиды, да, это в какой-то степени ваша такая уязвимость, можно, ну можно так сказать. То есть если вы обижаетесь, значит, если вы обижаетесь, значит вас что-то задевало. Это очень, это довольно показательная история. Дальше, устраивать ссоры, что не так. То есть здесь я бы предложил вам изучить психологическую игру скандал. Она есть в интернете. Вы можете ее изучить, вы можете для себя ее, скажем так, открыть. Вот. И увидеть. Причину, по которой вы устраиваете ссоры со своим молодым человеком. Да? Вот. Как правило, это больше про страх близости. Правило, это про такой вот немножко искаженный способ выразить свои эмоции. И как правило, это способ снять напряжение, которое, ну вот, у вас, например, может быть. Дальше. Так. Если я тебе не интересую, больше так и скажи, мы все закончим. Ну, смотрите. Здесь история, на мой взгляд, довольно интересная. Интересно. Вы просите, чтобы человек вам сказал. Но при этом, при том, что вы хотите, чтобы человек вам сказал, ну, есть ли вот между вами еще что-то или нет. При том, что вы хотите, чтобы человек вам это сказал. Такое ощущение, что на себя, себя, сами на себя, вы не полагаетесь в решение этого вопроса. То есть, есть ощущение, что в решении этого вопроса вы больше полагаетесь на человека. То есть, хотите, чтобы именно он, мужчина, как-то принял какое-то решение. Решение принял, желательно, за вас. И, на мой взгляд, это является одной из, ну, в общем-то, серьезных проблем. Вот. Потому что, получается, что вы не полагаетесь на на себя. Получается, что вам нужно, чтобы человек, чтобы человек за нас определил, как будут развиваться отношения с вами. Вот. Ну, ну, у него всякую общаться. И это, конечно, дает ощущение уязвимости и ощущение зависимости. Дальше. И вот делили разговоры про расставание. Я прошу больше такого не говорить. То есть, что чувство ко мне не поменялось. Ну, по факту, это означает желание человека отгородиться от вас немножко. Ну, посредством личных, личных границ. А он все больше и больше увеличивал дистанцию. Я больше и больше обижалась. И продолжала заводить ссоры, говорить о том, нужны ли ему вообще эти отношения. Ну, опять же. Опять же. Момент в том, чтобы рассмотреть причину ваших ссор, да, то есть, как вас это вы удивляли, и зачем вы обижались вы. Вот. Кстати, обиды – это про такое вот желание у человека вызвать чувство вины. Я понимаю, что возможно, ну, скорее всего, вы это не специально. Ну, дело, скорее всего, у вас не было такой вот прям цели вызвать чувство вины. Но, к сожалению, к сожалению, обиды – это вот про чувство городских, про подспудное желание вызвать чувство вины. Это вот такое вот, ну, в какой-то степени манипулятивное такое чувство. Вот. Манипулятивный такой, можно сказать. Способ получить то, что, к примеру, вам нужно, да, манипулятивный такой. Способ добиться, достичь, достичь того, чего вы хотите для себя. Дальше, значит, так. Говорить о том, нужно ли ему вообще отношения. Ну, смотрите. Здесь, на мой взгляд, совершенно очевидно следующее. Что, когда человек говорит про отношения, ну, вот в целом, когда человек говорит про отношения, он немножечко убирает самого человека. То есть, вам не сколько важен человек по факту, сколько важны с ним отношения. Вот. Я думаю, что, ну, я думаю, что подобный расклад, опять же, не лучшая история для выстраивания качественного и доверительного взаимодействия между вам. Но, я так думаю. Поэтому здесь тоже нужно всё аккуратненько так пояснить. Почему вам важны эти отношения? Особенно если человеку это не нужно, очевидно. То есть, вы как бы больше выинтересованы. Как итог, раньше хотя бы десятью сообщениями в день обменивались, он звонил, проведел звонку, делился фотографиями. После встречи и ссор, ничего, кроме пары высоких сообщений, как будто из вежливости. Спрашивает о том, как дела, иногда даже спрашивает, даже не спрашивает. Говорит, что он либо на работе занят, либо уехал отдыхать наоборот, или куда-то, и попадает на весь день. Я изложил себя, что же было так хорошо. Как остановить этот дом, отдыхнуть и вернуть всё как прежде? Никак. Если нет вами, нет ничего общего. Мужчина, он изначально имел к вам такой, не самый, не самый духовный интерес, очевидно. Вот. А вы своими ссорами демонстрируете, продемонстрировали ему, что отношения с вами достаточно непростые. Ну, как-то вот, сложными могут быть. Вот. И, соответственно, человек от вас отдалился. Видите, на самом деле, в стабильном ценовом вам нужно стать вот той, какой вы были. В стабильном цене, я имею ввиду, недоступность, недоступность и, наверное, не милый. Я даже нормально не могу вывести его на разговор и выяснить всё, потому что он занят. Но, опять же, вы не можете вывести человека на разговор, для чего вам нужен разговор с ним. Чтобы вывести ясность. А почему вам нужна ясность? Потому что сами вы решение какое-либо принять вероятность вы не готовы. Вот. Вы просто не готовы принять какое-либо решение. Я думаю, как мне кажется, вот именно такая невозможность принять решение и мотивировать вас на то, чтобы создать человек. А вообще очень похоже на то, что вам продемонстрировали, что вы можете получить для себя то, чего вы хотели, давно хотели. Вот. И вы просто не можете сейчас отказаться от этого. То есть просто не можете, например, допустим, ну допустим, допустим, не можете признать, что, ну вот, что не получилось. Что-то. Не можете признать, что не ваш этот человек. Не можете его отпустить. Вот. Дальше. Он перестал говорить. Так. Я не хочу советовать видео займитесь собой. Подумайте о том, на чём хотите вы. У меня есть время на себя. Я не занимаюсь своими сроками. Могу спокойно заниматься своими делами, пока он молчит. Поработал он над собой. Держил себя в руках. Не устраивал большие ссоры. Однако уже доходит до абсурда. Мы и так не видим, что не ощущаем друг другу из расстояния. А теперь сейчас с сурками можем общаться или общаться с общениями здесь. Я хочу, чтобы все наладилось и понять, чего он всё-таки хочет и что ему нужно от меня и нужно ли вообще. Но очевидно по его поведению, что ему от вас ничего не нужно. Сначала. Я не понимаю, что происходит. Происходит то, что мужчине... Вы перестали быть интересны, когда перестали с ним, когда начали устраивать ссоры и когда изменили своё поведение. Вот. Я думаю, что эта моя проблема заключается в личной, именно в личной значимости для вас. Отношения. Я думаю, что проблема заключается в этом. В том, что отношения для вас важны. Отношения для вас важны очень сильно. И человек показал вам, что может вам их дать. Дать может дать вам то, что вам нужно. И вы просто сейчас не можете отказаться от... Собственно, вот... Своих желаний. Вот. От своих мечтаний. От того, что вы себе... Может быть придумали, когда начали с ним отношения. Вот. Вот так это выглядит со стороны. Так это выглядит с точки зрения... Ну, с точки зрения психологии. С точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Ну, вот. Примерно. Примерно. Так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Если просто отвечать на ваш вопрос. Просто. Все. Все поменял. Я бы сказал, что достаточно вернуть то поведение ваше. То поведение ваше. Ваше. Которое было до того, как вы встретили. Вот. Вспомнить, как вы себя вели. Вот. И начать отвести себя с ним так же. Перейдя некую, некую, некую такую вот критическую... Критическую... С точку. Перейдя некий, некий такой... Критический... Ну, критический момент. Вот. Вы... Получите... Возможность... Человека вернуть. Возможность. Ну, конечно, не... Никаких вот... Таких... Гарантий. Полных вам никто... Вам не даст никто. Что вы... Что вы... Что вы выгоднете. Глобально. Проблема заключается в том, что отношения давай отлично должны. И что вы не полагаетесь на себя. Что вы не ориентируетесь на себя. Вот. Что вы... Как-то вот... Ну, больше... Я бы сказал... Пытаетесь... Значит... Ну... Пытаетесь... Больше... Эм... Полагаться, что ли... На... Человека. В отношениях. Да? Вот. Он... Он... Он не... Не на... Себя. И мне кажется... Мне кажется... Что... Глобальная проблема в этом... Вот. Это... 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 Так... Как... Такой вот... Ммм... Какой-то... Знаете... Ну, как... Как будто... Он... Недоверил... Себе... Эм... Что ли... Вот... Сейчас... Ну... Так вот это... Он... Выглядит... По крайней мере... Он... С точки зрения... Эм... Ну... С точки зрения... Психотерапия... Профессиональная... Психотерапия... Так что... Примерно так... Как... Эм... Как... Эм... В этой ситуации... Эм... Себя... Вести... Да? И... Что вы будете делать... Дальше... Ну... Это... На мой взгляд... Эм... Вам решать... Исключить... Исключительно... Эм... И... Только... Вам решать... Эм... Собственно... Эм... Ладно... Вы... Уже... Эм... Вот... На мой взгляд... Высказали... Такую идею... Пусть и... Косвенно... Что... Эм... Что... Эм... Вы... Хотите... Эм... Корректировать... Исследовать... Эм... Своё... Поведение... А... Опытайтесь... Эм... Ну... Понять... Эм... Человека... Вот... Ну... Это... Абсолютно... Бесполезно... Чужая душа... Потёмки... А... Помочь... Мы можем... Только... Вам... Чтобы... Вы... Во-первых... Не... Встречались... С людьми... На... Настоянии... Во-вторых... Не... Занимались... Любовью... Эм... Без... Какой-то... Уверенности... Или... Или... Строгой... Направленности... На... На... То... Что... Последует... После... Этого... Либо... Изменили... Своё... Отношение... К сексу... К... Мужчинам... В целом... Вот... Ну... И... Так... Далее... То есть... Какие-то... Такие... Вот... Проблемы... Эм... Нужно... Решать... Да... Но... В первую очередь... Это... Проблема... Доверия... Себе... И... Значимости... Отношений... На... Эм... Это... Все... А... И... Вот... Как раз... Такие... Причины... Эм... Ссор... На... Эм... Эм... Я надеюсь... Что... Помог... Вам... Я... Желаю... Вам... Всего... Самого... Доброго... Удачи... Надеюсь... Что... Ситуация... Разрешится...